Чтобы у бардачку была заначечка, а не фантики, сприхуйся онлайн. Азербайджан начал военную операцию против вооруженных формирований непризнанного Нагорного Карабаха. И, судя по всему, все идет к полной ликвидации этого образования. Сейчас приходит информация о том, что армия Азербайджана уничтожает ПВО и командные пункты формирований Нагорного Карабаха, а также продвигается вперед сразу на нескольких направлениях. Ну и тут не нужно быть военным экспертом, чтобы понимать, что никаких шансов у формирования непризнанного образования нет, так как после войны 2020 года Карабах полностью окружен территорией подконтрольной правительства Азербайджана и не имеет больше сообщения с другими государствами. Поэтому его капитуляция — это только вопрос цены и вопрос времени. Надеяться армяне Нагорного Карабаха могли только на российских миротворцев. Дело в том, что после предыдущей войны по договору 2020 года в Карабах был введен российский миротворческий контингент, задача которого была как раз в том, чтобы не допускать новых вооруженных столкновений и не допускать гибели людей. Но, как мы видим сейчас, российские миротворцы полностью устранились от исполнения своих обязательств и не стали вообще никак препятствовать новой вооруженной эскалации. Это означает, что по сути Россия просто кинула тех людей, которые на нее понадеялись и которым Россия обещала защиту. Причем кинула их Россия максимально подло. Нагорный Карабах был абсолютно пророссийским непризнанным образованием. Его правительство открыто поддерживало агрессию России против Украины и оккупацию Донбасса. Когда Россия стала наносить удары по мирным украинским городам, местные активисты в Нагорном Карабахе даже выходили на акции в поддержку этих действий Кремля и заявляли, что они за СВО. Ну и вот Россия отблагодарила этих людей за поддержку своей политики. Очень интересно было бы узнать, как этим ребятам, которые выходили с плакатами в поддержку СВО, теперь нравится им СВО, которое против них сейчас проводит Азербайджан. Тут важно отметить, что вообще-то, конечно, Нагорный Карабах это международно признанная территория Азербайджана. И Азербайджан имеет право восстановить над ней контроль. Но после предыдущей войны в 2020 году был заключен договор, по которому зашли вот те самые российские миротворцы. И российские миротворцы должны были там находиться до 2025 года. То есть, по сути, Россия гарантировала населению, что до 2025 года никакого возобновления конфликта не будет. До 2025 года точно будет тихо, спокойно. Можете не переживать. И люди, которые там живут, они доверились России. Они поверили, что да, действительно, по крайней мере, до 2025 года у них время есть. Но что произошло сейчас, мы видим, миротворцы, по сути, обманули и не стали выполнять свои обязанности. То есть, что произошло вообще глобально? В 2022 году Турция, которая помогает Азербайджану, сам Азербайджан, они посмотрели на Россию. Они увидели, что такое Россия. Во-первых, что Россия сама совершает подлую агрессию, не выполняет никакие обязательства. Во-вторых, они увидели, что Россия слабая, вообще позорная, прогнившая страна с очень слабой позорной армией. И они поняли, что им вообще ничего не будет, можно как угодно, что угодно с Россией делать. Она ничего не сможет сделать. Поэтому не наплевали просто на миротворцев, как на пустое место. И стали решать свои задачи. Ну а миротворцы предсказуемо, как, в принципе, все и ожидали, трусливо забились там свои норы. И, естественно, даже не попытались каким-то образом защитить тех людей, которым они обещали защиту. Россия предсказуемо кинула Армению, кинула своего официального союзника по ОДКБ и по таможенному союзу, которому давала гарантии. И, по сути, Россия просто в очередной раз показала, что никакие документы, подписанные с ней, вообще ничего не стоят. Понятное дело, что в Москве вот это свое предательство оправдывают тем, что якобы Пашинян как-то не так себя вел, поэтому, значит, Пашинян сам виноват. Он что-то не то сказал, не так прокомментировал, не так поздоровался, еще что-то не так сделал. Но, понимаете, это так не работает. То есть, если у тебя есть письменные договора и обязательства, ты должен их выполнять. Ну, либо расторгнуть. То есть, если не нравится Пашинян, окей. Тогда Россия должна была официально денонсировать, разорвать все подписанные договора с Арменией по ОДКБ, по таможенному союзу, по Карабаху, по каким-то другим вопросам. Сказать, все, мы как бы выходим из всех договоренностей, и дальше Россия могла бы с чистой совестью уже ничего не делать. Но они договора не разорвали. То есть, у них есть письменные обязательства. Нельзя просто так, из-за каких-то слов, из-за того, что кто-то что-то не так сказал в интернете, отказаться от договоров и письменных обязательств. А Россия это сделала. Россия наплевала на документы, которые она подписывала. И это означает одну простую вещь, что никакие договоренности, подписанные с Россией, не имеют смысла. Россия не договороспособна, с ней нельзя ни о чем договориться. Она всегда кинет, всегда подставит любого своего союзника, если это ей будет выгодно, или если она просто захочет так сделать. Соответственно, все союзники России это видят. И, соответственно, если у России были какие-то остатки еще авторитета на международной арене, то теперь их уже точно не будет. В Банановой республике. Люди жили тяжело. Ну, 6,5 тысяч рублей зарплата. Представьте себе, тяжело на нее прожить или не тяжело. Все 8 лет до СВО нас просто грабили. Бывший лидер пророссийских сил Донецка Павел Губарев дал интервью, в котором признал, что Россия 8 лет не защищала, а просто грабила Донбасс. По его словам, российские кураторы и назначенные ими олигархи после 2014 года только выкачивали из Донбасса все ресурсы и довели его население до крайней нищеты. Донбасс попал в эту номенклатурно-мафиозную среду, которая есть в России, которую все знают. Территория попала, по сути, под протекцию России. И там, в общем-то, случилось то же самое. Эти наши две республики, они, по сути, стали банановыми такими бандитскими республиками, где каждый искал себе выгоды. Интересно, как получается. В 2014 году сам Павел Губарев звал людей на баррикады, призывал их отделяться от Украины и присоединяться к России. Тогда сам Губарев и его соратники по борьбе за русский мир рассказывали, что стоит только Донбассу войти в состав России, как сразу же начнется невероятное процветание. Придет Россия и все заживем. Начнут открываться новые предприятия, начнут строиться чуть ли не новые города. И вот теперь просто сравните то, что они говорили тогда, с тем, что тот же Губарев говорит сейчас. А сейчас, как мы слышим, он признает, что Россия это, по сути, такая огромная мафиозная полукриминальная клаака, которая пришла на Донбасс и принесла на вот эти захваченные территории свои порядки. Вот эти мафиозные порядки и с приходом русского мира Донбасс фактически превратился в банановые республики. Правда, без бананов. И чиновники в Москве, которые, в общем-то, должны были рассматривать эти новообразования как геополитический проект, они смотрели на них просто как на источник ресурса. И все 8 лет до СВО нас просто грабили.